Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях директор Саратовского цирка имени братьев Никитинах Кузьмин Иван Георгиевич. И сегодня мы с ним поговорим на такие темы, как особенности дрессировки животных, какие выступления увидит саратовский зритель в этом году, а также он расскажет нам пару курьезных случаев из своей работы. Иван Георгиевич, здравствуйте! Добрый день! Вот, как известно, вы по образованию физик, и в вашей карьере есть также должность министра информации и печати области, и уже 16 лет вы возглавляете саратовский цирк. А сложно ли быть директором цирка, ведь артисты, как известно, особая категория? На руководящей должности главное знать функции руководителя, распределение этих функций, распределение обязанностей среди подчиненных. Дело в том, что я не чистый физик, а я закончил Саратовский педагогический институт, поэтому я учитель физики и математики школы. А что такое учитель? Это педагог, это работа с людьми, работа с детьми. Я работал в школе в том числе. Работа с детьми очень сложная, а работа с взрослыми — это сверхсложная. Но когда имеешь педагогическое образование, знаешь навыки психологии, то вообще проще работать с человеком, потому что когда с ним общаешься, то, исходя из своих профессиональных навыков, определяешь, что он может, что он не может, на что он способен. Кроме того, у меня не только это же образование, у меня еще образование государственного муниципального менеджмента. И кроме того, это еще тоже неокончательное образование. Я заканчивал аспирантуру нашего Саратовского университета классического по специализации социологии и защитил диссертацию. А социологические исследования — это такой широкий спектр, который, как сказать, можно объять необъятное. Конечно, цирк по сравнению со всеми другими отраслями и учреждениями не только культуры и искусства, а вообще любой сферы, это очень специфическое. Иван Георгиевич, мы не можем обойти стороной тему кризиса и санкций. Расскажите, как-нибудь эти санкции повлияли на работу цирков и, в частности, нашего Саратовского цирка? Мы зарубежных сейчас гастролей очень давно не делаем. А даже если те зарубежные артисты, которые работают у нас, они имеют квоты, они в Росгосцирке числиться, оформляют Росгосцирк. У нас очень много артистов из Украины, у нас есть артисты из Египта, у нас есть артисты из Белоруссии. Они как работали, так и работают. Никоим образом это на них не сказалось. А в связи с подорожанием продуктов не сложно ли стало содержать животных? Поскольку мы полностью занимаемся артистами трупа, которые приезжают, полностью занимаемся самостоятельно животными трупа, которые приезжают с артистами, отправляем их, содержим здесь, конечно, сейчас мы ощутили на себе стоимость продуктов. Вот бегемоты. Казалось бы, значит, сверхъестественных продуктов для них не нужно. Но капуста подорожала в разы, морковь подорожала в разы, свекла подорожала, сено стало дороже, хотя непонятно, сено производилось летом, в июле месяце, когда вроде было бы ничего, все нормально. Но сейчас, тем не менее, подорожала перевозка этого сена из района сюда к нам в связи с тем, что транспортные расходы подорожали. Но он должен отметить, что вот все это подорожание ни в коем случае не сказывается на рационе кормления животных. Иван Георгиевич, а когда пройдет фестиваль-конкурс «Принцесса российского цирка»? Мы решили с руководством Росгосцирка, что, скорее всего, этот фестиваль будет в сентябре. В сентябре 2016 года. И он будет не российский, а он будет международный. Поскольку уже пять фестивалей прошло «Принцесса российского», именно «Принцесса» только. Так-то уже у нас вот за 16 лет 8 фестивалей прошло. «Принцесса российского цирка» была пятая, юбилейная мы ее называли. То мы решили, ну, российский уровень на сегодняшний день, он уже, ну, принес свои плоды и необходимо расти выше. Планируется по своему составу и по количеству участников что-то грандиозное. Иван Георгиевич, а арена нашего цирка позволяет принять любых артистов с их шоу-программами? — Вот цирковых — да. Шоу не все. Мы не можем принять шоу «Дюссалей». По одной простой причине, что шоу «Дюссалей» им не нужна арена, им нужен метраж. И вот называя цирк «Дюссалей» — цирк «Дюссалей». Конечно, можно критиковать меня в том плане, что я хочу сказать, что от цирка там очень мало что связано с цирком. Шоу великолепное. Технические возможности просто превосходные, уровня нет. И наш манеж, он стандартный. Манеж цирка любого, в любой стране всего мира, значит, они стандартные. 13 метров диаметра. Поэтому, если приезжает сам цирк, как в нашем понимании это цирк, любой цирк с любой страны, у нас нет проблем, мы разместим. — А расскажите о планах на этот год. Может быть, саратовский зритель увидит каких-нибудь экзотических животных? — Ну, у нас экзотика всегда есть. Ну, во-первых, сейчас абсолютно экзотические животные — это шоу бегемотов Тофика Ахундова. Кстати, он единственный, который начал работать с ними и работает с бегемотами уже более 30 лет. Три огромных бегемота по тонне 200, тонна 300 килограмм в каждом. Но они делают такие виртуозные акробатические трюки, что не каждое какое-либо мелкое животное, а иногда, может быть, и сам артист-акробат, надо долго тренироваться. На самом деле это так. Во-первых, они делают все. Они ходят по барьеру. Они ходят монто — это когда только одними передними лапами по барьеру. Представляете, такая туша удерживает себя на, значит, коротких задних ногах. А у них делают, они друг через друга прыгают. Дальше у нас будут экзотические обезьяны — это экзотика у нас, следующая программа. Белые львы — это экзотика у нас будет, следующая программа. То есть, в каждой программе, практически в каждой программе имеются экзотические животные. Иван Георгиевич, артисты цирка нередко устраивают благотворительные выступления в больницах и детских садах города. А это приезжие трупы? Приезжие по одной простой причине, что ни в одном цирке нет своей труппы, ни в одном цирке нет своих животных. А почему? Да, только в Санкт-Петербурге и Москве. Это действует так называемый цирковой конвейер с 1928 года. Вся прелесть заключается в том, и уникальность вот этого конвейера заключается в том, что зритель может посмотреть несколько программ в год совершенно разнообразных. Представьте себе, что вот у нас была бы своя труппа, ну такая вот, предположим, как сегодня под руководством там Тофика Ахундова. И вот эта труппа, эти артисты в течение года или дальше уже несколько лет выступают в цирке. Ну, зритель, ну один раз, ну второй раз он пришел. Он же не может каждый раз ходить на одно и то же. Вот то, что бегемот, аттракцион бегемоты со всеми своими тренировками и с кульбитами и так далее, все, что он сделал, невозможно, чтобы он его одновременно переучить за короткий период на совершенно другой аттракцион. Такова специфика дрессуры. И в этом заключается прелесть, что мы имеем возможность в течение года, а затем уже нескольких сезонов, показывать номера и аттракционы, и в целом программы цирковые совершенно различные. Теперь перейду к первой части вопроса. Что касается благотворительности. Да, это инициатива чисто наша, нашего цирка. Но я знаю о том, что и другие цирки, и артисты с удовольствием и охотно на это откликаются, чтобы давать благотворительные представления, выступления свои в стационарных медицинских учреждениях, где дети, особенно в детских больницах, где дети лечатся, и которые не имеют физической или другой возможности посетить цирк. Наверняка, работая столько лет директором цирка, вы были свидетелем многих курьезных случаев. Можете рассказать нам об одном из них? Расскажу о тех курьезных случаях, которые не видны из нашей закулисной части самим зрителям. Когда у нас работали Вальтер Запашный еще, был жив, и приезжала программа, это было в 2003 году, значит, была репетиция. Сидит у меня Вальтер Михайлович в кабинете, кто-то еще был, и вдруг прибегает из пожарно-сторожевой охраны, значит, человек, и с таким надрывом, значит, у нас по цирку ходит Тибер. На самом деле, мы стали спускаться между вторым и третьим этажом, двери закрыты, в переходе лестничный проход, и там на задних лапах спокойно, на стекле, значит, лапы свои, Тигр. Ну, конечно, у нас был определенный мандраж. Единственное, что Вальтер Михайлович сказал о том, что, да, если бы ему что-то, он захотел бы играть с тем человеком, который ему бы встретился. Но этот человек, который ему бы встретился, вот этот, он бы явно не захотел и не понял о том, что Тигр с ним, так сказать, стал бы играть. Второе, ну, не второе, а очередное такой курьезный случай, который произошел, это было со слонами Тереза Васильевна Дуровой. Значит, обычно бывает так, что когда слоны переезжают, то, соответственно, у них определенный нервный стресс получается, ну, в дороге. И Тереза Васильевна говорит, Иван Георгиевич, вот, значит, что-то они немножко нервничают, неспокойно, надо бы для того, чтобы успокоиться, обычно это бывает вот в зимнее время, у них в рационе есть когор, дают им вино когор. Она говорит, вот лучше бы, если им дать не когор, а лучше бы дать водочки. Но мы не можем по правилам рациона выписать им водку. Я говорю, я не могу это Терезе Васильевне, нашей, так сказать, гениальной дрессировщице, которая знает весь мир, сказать, нет, Тереза Васильевна, этого нельзя сделать, поскольку нет. Я говорю, хорошо, Тереза Васильевна, пошли, я дал деньги, за мои деньги купили водку. Ну, а тем не менее, я говорю, давайте вначале попробуем вот когор, как они будут. Пришли в слоновник и открыли когор, они замахали хоботом, что это им не надо. И им дали водку, они с удовольствием каждой по две бутылки выпили этой водки. Иван Георгиевич, ходят слухи, что в цирке во время дрессировки животных, ну, к ним применяются, так скажем, негуманные методы. Как вы можете это прокомментировать? Вот на моей памяти, пока я, сколько лет я работаю, я такого лично не видел, не замечал. Да, я видел расположенные сюжеты в интернете, в ютюбе о том, что к некоторым животным применяется, ну, я бы сказал, не только негуманные, а просто очень такие жесткие, нехорошие избиения. Но в цирке это практически невозможно. Это означает, что человек, который это применяет, он не собирается работать в цирке. А в цирке невозможно по одной простой причине, что поскольку все животные, хищники, любой вид животных, работая на манеже, тем более при зрителях, это контактные животные. То есть артист, дрессировщик непосредственно в прямой близости, в прямом контакте с хищником. Представьте себе ситуацию, что вы когда-то избили животного или что-то, то есть применили к нему какой-либо нехороший метод, и через там некоторое время вы с ним столкнулись в близкого расстояния. Вы что думаете, что последствия не могут, а они будут печальными. Наказание имеется. В чем, как наказывают? Это покажется невероятно. Но это так. Даже не некормлением, там, в какой-то, какими-то сладостями, непощрением, а наказывают животными, если его не берут на репетицию. Да, вот даже вы улыбнулись. Животное знает, в какой момент играет, начинает играть музыка, что ему надо выходить. И вдруг животного, он, ну, что-то плохо сработал, не те трюки выполнял. Ну, бывает у них что-то такое, связанное с какими-либо внутренними, своими качествами, закапризничал. Вот за этот каприз его не взяли на работу. Вы не представляете, когда его сородичи взяли на репетицию, а его не взяли. Доходит до слез у животных. И когда выводят затем на манеж на репетицию, он лучше всех начинает выполнять трюки. Старается. Старается. Поэтому, говоря вот о, ну, со стороны зеленых, тоже претензии и так далее, это никак не относящее в основе своей к цирковому виду искусства. В завершении нашей беседы поговорим об оркестре. Вот известно, что в цирке есть свой собственный оркестр. А можно ли его сравнить с другими оркестрами? А сравнить просто как по названию можно, по своей специфике ни в коем случае нельзя. Обычно дирижер видит перед глазами артистов оркестра и видит ноты. А дирижер всегда у нас должен стоять в полуобороте к артистам оркестра и к артистам, работающим на манеже, особенно к животными. Потому что мы работаем, сама работа на манеже не под фонограмму, а вот медведь, слон, тигр, лев, даже удав. Он ведь может трюк сделать хорошо, а может что-то замяться, и ему надо повторить этот трюк. Даже артист может где-то сбиться, акробат или гимнаст, или в воздухе сбиться. И необходимо повторить этот трюк. Здесь оркестр, особенно дирижер, и артисты оркестра, они смотрят в ноты, они смотрят на движение рук дирижера, и одновременно смотрят на манеж. Представляете, глаза должны не двоиться, а глаза у артистов оркестра должны троиться. И это все замечательно, потому что необходимо или продолжить этот темп, или перейти, отступить обратно и перейти к обратному, для того, чтобы повторить ту или иную трюковую часть. Цирк — это дело специфическое. Мы всегда говорим, приходите в цирк, и если у вас есть какое-либо заболевание, на представление особенно, то выйдя из цирка, если не полностью вы будете здоровы, то какая-то часть оздоровления, выходя из цирка, вы получите. И мы всегда говорим, дорогие друзья, до встречи на манеже Саратовского цирка. Иван Георгиевич, спасибо за столь интереснейшую беседу. Всего вам доброго. Пожалуйста, приходите и вы в цирк. Обязательно. А я напоминаю, в гостях у нас был директор Саратовского цирка имени братьев Никитинах Кузьмин Иван Георгиевич. Всего вам доброго. Саратовский цирк. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха минус 12, минус 9. А вот в Швеции, в Стокгольме минус 9, минус 6. Погода ясная, без осадков. Это все в рамках этого выпуска. Удачи вам! КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok